Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Главный критерий недалеко от города. Одну из трех площадок в Паловском районе может занять новый мусорный полигон. Адаптировать и вырастить в Алтайском крае хотят возродить выращивание хмеля. Собран как конструктор в Барнауле из ковра воссоздали снежного барса. Итак, Министерство природы края рассматривает три варианта для хранения и переработки барнаульского мусора в Павловском районе. Этот муниципалитет предлагают вместо Первомайского, где жители активно выступили против появления у себя полигона. По словам министра ведомства Андрея Стрелковского, с главой Павловского района уже найдено понимание. Чиновник объяснил, столь крупное предприятие по сбору и переработке отходов в Барнауле должно располагаться недалеко от города. Новое предприятие создадут совместно с российским экологическим оператором, который инвестирует в проекты в сфере обращения с ТКО. Ориентировочная мощность завода – 300 тонн переработанного мусора в год, а срок появления – конец 2024 года. В ближайшее время мы планируем побывать в Павловском районе по возможности получить комментарий от его главы и пообщаться с местными жителями. Вполне возможно, что эта территория не последняя в списке для строительства столь важного для Барнаула объекта. А сейчас к другим актуальным темам. Автоинспекторы Барнаула проверили, соблюдают ли правила водителей легковых авто после выделенных полос для общественного транспорта. Как известно, выделенки появились на проспекте Ленина от Партизанской до Площади Октября и на Калинина до Цеховой. Где еще для автобусов в ближайшее время появятся отдельные полосы и когда за нарушение начнут штрафовать. Расскажем далее. Вы не являетесь спецавтомобилем. Если бы выли спецмаячки и звуковые сигналы, тогда вы имеете право передвигаться по этой полосе в экстренных ситуациях. Поток машин по Калинина движется медленнее. После закрытия лишь одной стороны проспекта Ленина пробки буквально сковали город. А скоро движение из-за ремонта моста по обеим сторонам перекроют полностью. Чтобы общественный транспорт смог передвигаться быстрее, власти решили сделать выделенки. Нанесли разметку, поставили знаки. Но автомобилисты пока соблюдают правила не всегда. Едут по полосе, пересекают сплошную. На данный момент мы разъясняем, профилактируем, объясняем, как они должны двигаться, если нужно попасть на перекресток, как выехать с перекрестка. Пока водителей не наказывают, только предупреждают. Но уже в июле начнут штрафовать. На выделенках установят видеокамеры. Страф составляет полторы тысячи рублей. На самом деле штраф это не маленький. Если и камера она будет фиксировать постоянно. Ты выехал на полосу, камера зафиксировала нарушение, штраф пришел. Через день ты опять заехал, тебе еще штраф придет. После закрытия второй части путепровода выделенных полос для общественного транспорта станет еще больше. Они появятся на Аносово на участке от Ленина до Калинина и по проспекту Калинина от Аносова до Кулагина, а также от Пионеров до площади Октября по направлению проспекта Строителей. Уже к 25 числу мы еще обустроим выделенные полосы по проспекту Строителей, так как данный участок у нас тоже характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения. У нас выделенная полоса по проспекту Строителей появится от Красноармейского в сторону Павловского тракта, а в направлении центра у нас от улицы Ядренцево до проспекта Красноармейского. Теперь рейды по выделенке будут регулярными. Отдельные полосы для автобусов в Барнауле сделали впервые, и чтобы научить водителей соблюдать правила дорожного движения, потребуется время. Ну а тем, кто учиться не захочет, придется регулярно опустошать кошелек. Татьяна Голубева, День с толком. Вот еще актуальная новость. В Алтайском крае примут кодекс этики и служебного поведения госслужащих. Ранее депутаты КЗС внесли поправки в региональный закон о государственной гражданской службе. Теперь он дополнен статьей, которая как раз обязывает чиновников соблюдать положение кодекса этики. Утверждаться этот кодекс будет губернатором. На данный момент поведение госслужащих регулируется этическим кодексом, принятым в 2009 году. Сообщается, что его требования устарели и в неполной мере отвечают современным реалиям. Что из себя будет представлять новый кодекс этики, об этом мы расскажем в ближайших выпусках. Второй год подряд в России отмечается День фармацевтического работника. В Алтайском крае их почти 3,5 тысячи. Одни работают в аптеках, другие в больницах, изготавливают лекарства для лечения и диагностики пациентов. Ну а наша съемочная группа побывала в одной из барнаульских больниц и своими глазами понаблюдала за процессом изготовления медицинских растворов. Подробности в сюжете Софии Яценко. От инъекционных растворов до глазных капель. В аптеке 8-й городской больницы уже на протяжении 50 лет изготавливают лекарства. Сейчас здесь работает около 10 специалистов, фармацевт и провизоры. От последних зависит качество лекарства, а значит и во многом результат лечения. Если получится неправильный раствор, например, неправильная концентрация или неправильный порошок будет в этом растворе, то есть вообще не тот препарат, что мы отпустим в отделение, что из этого получится. Потребность в своих медикаментах сегодня высокая. Одна из причин – перебой с поставками импортных лекарств. Сейчас только одного форцелина здесь изготавливают порядка 4 тысяч флаконов в месяц. А вот ассортимент препаратов все же сократился. Когда я пришла, ассортимент был больше, порядка 80 у нас было наименований. Но сейчас количество, конечно, сократилось. Изготавливали все и для больницы, и профилакторий был у завода «Трансмаш», и для поликлиники завода. Сотрудники аптеки каждый год обеспечивают медикаментами около 20 тысяч пациентов в больнице, благодаря чему серьезно экономят бюджет Минздрава. Закупки уже готовых лекарств обошлись бы на 30% дороже. На сегодняшний день трудно вообще все анализировать. Если раньше мы считали это и применяли, то теперь самое главное – это обеспечить. Насколько это дешевле. Если вообще, например, по контракту не поставляется лекарство, то мы его готовим, независимо от того, сколько это будет. Хотя это всегда дешевле. Сразу после их изготовления лекарства поставляют в отделение больницы. И врачи всегда обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. В Алтайском крае планируют возродить выращивание хмеля. Так, в Черышском районе нашлись смельчаки, которые намерены отдать под культурой несколько плантаций. В советские времена на Алтае активно выращивали хмель, а сейчас во всей России производится лишь 10% сырья для пенного напитка. Предприниматели, которые собираются выращивать хмель, обратились к ученым классического вуза за разработкой технологии по ускоренному размножению хмеля. Дело в том, что в стране всего несколько регионов, где производят посадочный материал этой культуры, и его еще нужно адаптировать под наш климат, а также вырастить и вылечить. Хмель очень подвержен различным заболеваниям, особенно вирусам. Любовь Хлебова уже год работает над проектом, который получил грантовую поддержку. Помог ей и родной вуз. Так появилась своя ПЦР-лаборатория. Теперь развивать разные биотехнологии будет быстрее. В целом о разработках в области пищевой и фармацевтической промышленности сегодня говорили в Политехническом вузе. Там прошло заседание научно-экспертного совета, посвященное развитию биотехнологий. В Алтайском крае формируют издательские проекты на ближайшие пять лет. Часть планов сегодня представили губернатору Виктору Томенко. Так уже известно, что кроме традиционных серий появятся две новые. Какие и что особенно пользуются спросом у читателей края, расскажет Анастасия Дороган. Я передаю ей слово. Поддержать алтайских авторов, продвинуть книги читателям, пополнить фонды библиотек. Для этого в крае создают издательские проекты. С 2010 года литературные планы формирует научно-консультативный совет при губернаторе. За прошедшее время реализовано 64 издательских проекта. Общим тиражом 124 тысячи экземпляров. 64 книги таких было выпущено. В их числе, конечно, и получившие серьезные оценки, серьезные признания. Такие издания, как «Девятитомник» Василия Макаровича Шукшина, «Трехтомное собрание сочинений» Вячеслава Яковлевича Шишкова. Книги, связанные с Шукшиным, востребованы. И для того, чтобы этот ручеек, как говорится, не засыкал, она постоянно, каждые несколько лет, нужно издавать что-то новое. И в рамках предлагаемого плана планируется издать книгу, которая будет включать переписку матери и Шукшина. Одна из самых трогательных тем, которая в виде отдельного издания не выходила, но это достойно внимания читателей. И того, чтобы это увековечить под одной обложкой. Василий Макарович по-прежнему пользуется читательским спросом. Речь идет и о профессиональном интересе филологов, и о простом человеческом любопытстве. Так что книги регулярно обновляют. Постоянных издательских серий в крае восемь. Книги для детей, посвященные Алтаю, книги лауреатов Шукшинской и Рождественской премии, серии об известных личностях региона. 2022 – последний год издательского цикла. Так что сейчас строят планы на последующие годы. Один из первых художников Сибири – Андрей Никулин, Василий Христенко, герой Великой Отечественной войны, герой труда. 2024 год – это поэт Роберт Рождественский, причем достигнута договоренность с одной из дочерей Роберта Ивановича, Ксенией Робертовной. Именно она станет автором этого издания. А серий в новом цикле будет больше. Так появится издательский проект библиотеки журнала «Алтай». Это самый старший журнал «Края», «Возвращение к традициям». Еще две новых серии – «Библиотека Союза писателей России» и «Молодой голос Алтая». В консультационном совете решили поддержать начинающих авторов и уже опытных современников. Для них очень важно, чтобы книги выходили, пока они живы, и чтобы читатели могли познакомиться не только с теми писателями, которые уже ушли, но и с теми, которые живут сейчас, чтобы вопросов, а что у нас есть писатели живые, чтобы таких вопросов не возникало. А еще в совете фиксируют непадающий интерес читателей к книгам. Эксперты объясняют это и нашими культурными традициями, и родовым сознанием. Но что точно, жители любят книгу, причем живую, бумажную. Для них издательские серии, связанные с «Алтаем», и создают. Сегодня 100 лет пионерии. И сегодня же ряд федеральных структур, в том числе «Росмолодежь» и «Минпросвещение», планируют создать новое движение детей и молодежи. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму уже завтра. На «Алтае» нашлись подвижники патриотического движения. Правда, разница есть. Телеканал РБК выяснил, что членства в новой организации обязательным не будет. А название движения и его цели обсудят, видимо, 1 июня, в день детства и юношества в Москве. По сведениям федерального агентства, на пост лидера уже рассматривают главу «Росмолодежи». Есть ли правда необходимость в возрождении пионерии? Этот вопрос мы задали одному из членов Алтайского молодежного правительства. На самом деле, действительно, нет такой организации, которая бы под своим крылом объединяла бы все другие молодежные организации нашей страны. Ну, например, такие, как Российское движение школьников, юная армия, другие патриотические региональные объединения. И нужно было именно такое сузующее звено, как, например, возрождение той советской легендарной пионерии. Добавим, в последнее время патриотическому воспитанию молодежи начали уделять пристальное внимание. С этой целью, к примеру, с нового учебного года начнут преподавать историю уже для первоклашек. Также раз в неделю перед началом уроков в школах планируют исполнять гимн страны и поднимать российский флаг. Сегодня в крае стартовал студенческий фестиваль ГТО. Десять команд от разных вузов и СУЗов соревнуются за право попасть на турнир готов к труду и обороне всероссийского уровня. Всего студенты будут испытывать себя в восьми спортивных дисциплинах, в том числе прыжках в длину, подтягивания, отжимания, стрельбейка, качания пресса. По словам организаторов фестиваля, конкуренция в этом году серьезная, поскольку участников в разы больше, чем в прежние годы. Заметились положительные изменения. У нас увеличилось количество зарегистрировавшихся. Довольно-таки неплохо стали подключаться спортивные школы, спортивные федерации. Также и лично граждане приходят и подают заявки. В Барнауле из Коврава создали снежного барса. Речь идет о животном, которое погибло от рук браконьера, потом украшало интерьер. А теперь барс почти вернул свой прежний образ. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Подбородок от рыси, живот от волка. Этот снежный барс собирали как конструктор. А ведь когда-то хвостатый был ковром. В 2015 году его конфисковали у браконьера. Почти полгода таксидермист Дмитрий Рыжков превращал ковер в чучело. Шкурка достаточно ценная, объект сам ценный. И страшно было испортить. Были какие-то участки на этой шкуре, как лапы, уши, нос, которые сильно ссохшиеся. Поэтому это подготавливалось. Шкура не единомоментно вся целиком, а отдельными участками. Снежный барс – исчезающее животное. Поэтому хотя бы в таком виде барсов смогут увидеть следующие поколения. В чучелах даже можно заметить следы микроэволюции. Так, в музее природы Агу находится более 300 животных. Специально музей никого не добывают. Но у всех экспонатов так или иначе была трагичная судьба. «Находят ударившиеся провода. Неясыть. Одна из последних сбитая машина. Инотовидная собака. Также в последнее время появился у нас этот вид. Попала под машину на воскресностях Барнаула. Пингвины. Во время шторма было обнаружено несколько погибших, именно молодых пингвинов». Кстати, в этом году увидеть все эти экспонаты можно будет во время музейной ночи. Барнаульцев ждут рассказы о мутации животных и скелет Чихуахуа. «Наша лаборатория участвует впервые за всю историю ее создания. Это живая история нашей планеты. Детям, полагаю, будет интересно». Все животные, которые получили вторую жизнь, пусть и в форме чучела, переживут еще всех нас. Ведь при должном уходе они смогут больше века служить науке. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле прошел Ползуновский бал, шестой по счету и первый за период пандемии. Он собрал большое число любителей истории и образа 19 века. Подробнее София Яценко. «Будьте прилежны к наукам, способны к запретательству. Успехов вам на ниве познаниях». Ну что ж, Ползуновский бал объявляется открытым! Более 30 ребят в старинных образах 19 века. Ползуновский бал – традиционное мероприятие студентов политеха. Каждый раз к нему готовятся основательно. В этом году студия старинного танца «Северная сторона» и руководители творческих коллективов вуза обучали студентов бальному этикету, готовили костюмы и, конечно же, разучивали танцы. «Очень сложное в плане организации мероприятие с точки зрения танцев, потому что здесь участвует не только старый состав клуба старинного танца, но также ребята, которых заинтересовала эта тема и которые пришли к нам полтора месяца назад». Классический вальс, полонеза и полька. Подготовку начали полтора месяца назад. Репетировали по три раза в неделю. Кроме танцевальных номеров, подготовили им мастер-классы, чтобы и другие студенты прониклись атмосферой 19 века. «Это интересно, это познавательно и это вовлекает молодежь в то, что уже остается в стороне. То есть традиции мы должны сохранять, мы должны помнить историю. Именно поэтому мы это все делаем». Лучших студентов и преподавателей наградили почетными дипломами. «Это вот именно как студенты воспринимают преподавателя. Ну, как правило, это такие хорошие, прогрессивные. Все хорошие преподаватели, но, конечно, все хорошие и самые хорошие. Это те, которые действительно работают со студентами на таком уровне, что у них такое получается как бы единение, семейное единение». Следующий балл уверенные организаторы привлечет еще больше ребят. К слову, на нем планируют выступить с танцевальным номером и преподаватели вуза. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. Болельщики футбольного клуба «Динамо Барнаул» наконец могут радоваться о «Белоголубые». В практически предфинальном туре национальной лиги встретились с новотроицкой «Носто» из Оренбургской области и обыграли ее со счетом 3-0. Тем самым наши прервали долгую серию поражений с 14 матчей подряд. О долгожданной победе расскажем далее. Восемь месяцев. Именно столько хозяева поля не побеждали в матчах. Начало поединка между «Динамо» и «Носто» было похоже на барнаульскую погоду в тот вечер. Не жарко, а душно. В первом тайме болельщики наслаждались плюс 30 и солнышком, нежели футболом. Первый удар по воротам возник на 12-й минуте матча, но мимо. На 28-й мяч попал в створ. Наш вратарь ситуацию спас. Самое интересное пришлось на тайм номер 2. Там-то команды наконец раскрылись. И Владимир Завьялов открыл счет на 57-й минуте матча. Передача хорошая! Завьялов! Гол! Боковой молчит! Не прошло и пару минут, как арбитр назначил пенальти ворота «Носто» и Владимир Завьялов сделал дубль. Звучит он разбег, удар. Ой-ой-ой-ой-ой! Это что? Это как? Калюжный! Мы сейчас со всех камер посмотрели, то есть 11-метровый, который не поставили в ворота соперника, ну я не знаю, на совести, наверное, арбитра, а который поставил он в ворота нам. Это вдвойне на совести арбитра. Это просто, ну нет слов. То есть уже одни эмоции. Но вопросы к вратарю остались. Как можно было пропустить? Но матч на этом не закончился. Пару опасных моментов гости еще создали. А ключевой момент случился под занавес матча. Произошло то, что никто не мог предугадать. Спокойно бы хитрик делал Владимир Завьялов. Господи, если Владимир Завьялов делает хитрик, я эту фразу давно не слышал! Гол! Это случилось! 3-0! 3-0, Владимир Завьялов! Много травмировано выбивших в прошлом году, поэтому, конечно, тяжело победить, как можно сказать, что там какого-то такого огромного оптимизма, как они испытывают. Но оптимизмом зарядили зрителей. На трибунах был настоящий праздник. За 8 месяцев болельщики соскучились по победам белоголубых. Что касается Владимира Завьялова, то его хитрик первый за его карьеру в «Динамо» и отчасти прорывной для команды. После этого матча барнаульцы поднялись на одно место в турнирной таблице. Теперь футболисты готовятся к субботнему матчу против «Оренбурга-2». Ждем очередных прорывов! Дмитрий Дроздов, День с толком! На этом у меня все. Спасибо всем, кто остается с нами. Очередной выпуск завтра в это же время. Далее о погоде. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok